Здравствуйте! Вы смотрите программу Космонавтика. Гагаринскому старту исполняется 55 лет. Именно с этой знаменитой площадки номер один был произведен запуск первого искусственного спутника Земли и полет Юрия Гагарина. Сегодня с гагаринской площадки стартуют на орбиту пилотируемые корабли «Союз» и космические грузовики «Прогресс». Это на самом деле самый работающий старт из всех существующих в мире. Отсюда было произведено самое большое количество запусков ракет. Остается две недели до начала новой экспедиции на МКС. Основные дублирующие экипажи успешно сдали экзамены и готовы к перелету на Байконур. Командир «Союза» Юрий Маленченко доставит на орбиту будущего командира Международной космической станции Саниту Уильямс. Космонавты Юрий Маленченко, Санита Уильямс и Акихика Хасиды под прицелом сотен камер. Каждое действие фиксируют и оценивают десятки специалистов. В центре подготовки космонавтов завершились экзамены. Сначала, как и положено, выбирали билет. В нем перечень нештатной ситуации. Всегда в каждом билете обязательно присутствует либо разгерметизация, либо пожар, отказы системы связей, разных узлов и блоков системы связи, отказы каких-либо систем жизнеобеспечения, также особенности работы с научной аппаратурой. За время подготовки тестируют не только физическое состояние космонавтов, но и психологическую совместимость. Тем более, если экипаж смешанный, как по географии – Россия, США, Япония, так и по гендерным различиям – женщина и двое мужчин. Успешные экзамены – шаг на финишную прямую. Одно из заданий – отработка действий при пожаре и срочное покидание станции. Тренировка нештатной ситуации необходима даже для опытного космонавта Юрия Маленченко, за плечами которого четыре полета. Во время его экспедиции еще на станцию «Мир» в 1994 году случился пожар. Пожар – это тяжелая ситуация на станции, потому что замкнутое пространство, и это довольно опасно, и задымленность, она не сразу уходит. Нам повезло, что как раз в этот момент, когда оно возникло, один из наших членов экипажа там рядом находился, и он смог очень быстро локализовать, и этот пожар не пошел дальше. У астронавта НАСА Саниты Уильямс один полет. Но какой? Шесть лет назад на МКС она поставила женский рекорд. Почти 200 суток на орбите, из которых больше суток работа в открытом космосе. Мне кажется, что наш командный дух – это результат тренировок. Мы работаем вместе уже два года. Я считаю, что мы отличная команда. Я думаю, что это важно для хорошего командира. Когда ты доверяешь команде, а твоя команда доверяет тебе. Бортинженер экипажа Акихика Хасиды уже летал в космос на шаттле «Дискавери». Он девятый японец в космосе. А первым был журналист Ихиро Акияма, слетавший в космос на советском корабле «Союз» в 1990 году. Это моя работа, так как вы себе ее представляете. Но это также и моя мечта. Это новая возможность к саморазвитию, узнать что-то новое о нас, о космосе и о пути в новый мир. За несколько дней до отправки экипажа на Байконур прошло чаепитие традиционным напутствием главы Роскосмоса Владимира Поповкина. Старт экспедиции на МКС намечен на 15 июля. Вернутся на землю Юрий Маленченко, Санита Уильямс и Кахасиды в декабре, как раз под Новый год. Международной системе поиска и спасения Коспас-Сарсат 30 лет. Первым спутником-спасателем стал космический аппарат «Надежда», который вышел на орбиту 30 июня 1982 года. С помощью этой самой гуманной орбитальной системы спасены тысячи людей. Надежда. Спутник системы поиска и спасения Коспас-Сарсат принял первый сигнал бедствия с разбившегося в горах самолета уже в сентябре 1982 года. Случилось это в Канаде. Почти через 30 лет, весной 2012-го, сюжет повторился. Спутник новой серии «Глонаска» с аппаратурой Коспас-Сарсат принял сигнал терпящего бедствия вертолета тоже из Канады. Он принял сигнал бедствия от аварийного радиобуя в скалистых горах Канады, от потерпевшего там аварию вертолетчиком. Сигнал был, естественно, принят, передан на землю, в центр управления, службы спасения были задействованы, экипаж был спасен, за что Федеральному космическому агентству канадская сторона выразила глубокую признательность. Изначально Коспас-Сарсат задумывался как большой международный проект с участием Советского Союза, США, Франции и Канады. Технологии производства спутников были разные, но задача одна — дать людям шанс на спасение. Аварийный радиобуй, установленный на самолет, вертолет, корабль, при чрезвычайной ситуации автоматически включается и передает сигнал бедствия на ближайшую станцию слежения. В аппарате ГЛОНАСС-К, который сейчас строит в Железногорске, все последние достижения спутникостроения. Негерметичный корпус, самая современная элементная база. Кроме навигационных функций, есть в нем и еще одна — аппаратура Коспас-Сарсат. Через приемную антенну принимаются сигналы включенных аварийных радиомаяков, радиобуйов, ну если не дай бог, где-то что-то случилось, какая-то авария. Принимается бортовым комплексом, передается через передающую антенну на наземные пункты, там передается в центр управления, и дальше уже задействуется технология поиска спасения, службы спасения. Сегодня точность определения сигнала, в том числе и со спасательного радиобуйка, возрастает многократно. Вот это самое главное, вот этот вот, будем говорить, район. Здесь расположены как раз, будем говорить, антенны аппаратуры БИНС, бортового источника навигационного сигнала, с помощью которого как раз излучается весь этот навигационный сигнал, и потребитель ловит именно сигнал вот от этого, от этой аппаратуры. Совсем скоро в космосе заработает орбитальная группировка новых спутников ГЛОНАСС-К. После 30 лет надежды система Коспас-Сарсат возрождается в новом качестве. Среди ученых-космологов появилась необычная гипотеза. Время тормозит свой бег, но пока люди этого не замечают. По мнению ученых, в какой-то момент время и вовсе остановится. Эффект стоп-кадра наступит всего лишь через 7 миллиардов лет, так что торопитесь жить, время не бесконечно. На сегодня все. Это была программа Космонавтика и Анна Ведищева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин